Владимир Александрович, Ленинский округ не самое легкое место для работы, как, впрочем, и Министерство строительства и жилищно-коммунального комплекса. Вам просто так везет? Или вам специально предлагают работу в таких трудных сферах? Или, может быть, вы сами не ищете легких путей? Я бы не сказал, что совсем уж трудное такое место Ленинский округ, либо другой округ. Я вообще выходец с Центрального округа. Свою карьеру начинал в Центральном округе. Интересную карьеру. Ленинский, да, у него есть специфика определенная. Специфика в том, что много отдаленных территорий. Нужно не забывать другое, что у меня все-таки базовое образование, первое образование, это был сельскохозяйственный институт. Я инженер-механик сельскохозяйства, сельскохозяйственного производства. И, соответственно, 15 территорий с Омского района были присоединены к Ленинскому району, к городу Омск. Поэтому, конечно, для меня это было интересно. Особенно впервые, когда приезжал на Безвое Черемховское. И, в принципе, когда я называл, что это уже с Омского района, село Калинино, а там много родственников, знакомых. Интересно было. А так, в принципе, у каждого округа своя специфика. Я думаю, что Кировский не легче с его старым Кировским, не легче другим. Но все зависит же со временем. Привыкаешь, нравится. Министерство, ну, конечно, очень тяжелая отрасль. На самом деле, я предполагал, насколько сложно здесь будет работать, да. Но когда окунулся сейчас, действительно, есть моменты, которые не пугают. Ни в коем случае они не пугают. Просто моменты, которые, ну, на самом деле, к ним относишься с какой-то осторожностью, подходишь. Меньше работы с населением, да. Больше работы с документацией. Работа практически для меня новая. Это работа с федералами, да. Это работа с субъектами другими. Это сложности добавляет или интересы? Это в то же время нисколько не сложно, наверное, интересно. Интересно. Я не скрываю, первые два дня хотелось просто стоять за стола, пока еще не сдал удостоверение вернуться на свое место в Ленинский округ. Ну, сейчас, на самом деле, месторожность все интереснее и интереснее. И есть моменты, которые действительно... Ну, я понимаю, что это сложность определенная, но, тем не менее, я очень азартный человек в этой части. Мне сейчас хочется... Действительно, я загорелся, мне хочется... Вот сегодня, после объезда строек, я понимаю, что такие грандиозные вещи делаются. На самом деле, хоть и мы говорим, там плохо, там плохо. Но вот театр, галерка. Это же грандиозное сооружение, на самом деле. И мне будет очень приятно, что я какую-то руку приложу к этому строению. Владимир Станиславович, а вот к галерке вернемся еще. Хотелось бы вот по первому вопросу уточнение. Если не секрет, это было предложение, от которого нельзя было отказаться? Или, в принципе, были варианты? И как это вообще происходит? Просто вот мне такое предложение никто никогда не делал. Волнение, тревога, адреналин, азарт, интерес, гордость? В первую очередь, это волнение, потому что, ну, любой человеческий фактор... Вы знаете, когда предложили Ленинский округ, да, очень это было, очень все быстро, буквально мне сказали после обеда, а с утра я должен был дать ответ. Здесь, в принципе, времени побольше было. Я не секрет, что мне раньше предлагали определенные должности в правительстве. Ну, я отказывался по разным причинам, потому что причины... Еще не время? Или было? Нет, просто-напросто были моменты, которые мне нужно было доработать, доделать еще на территории своей, да. Последнее предложение действительно поступило от губернатора Виктора Ивановича, и, честно говоря, подумав, я согласился. А можно было отказаться от такого предложения? Можно было отказаться. Можно было отказаться. Ну, мне сложно судить, понял или нет, но... Просто я скажу так, я почувствовал, что в моих услугах заинтересованы, поэтому, если бы я почувствовал, что просто на какое-то время занять, я нет. Я бы не согласился никогда, что в моих услугах заинтересованы, и, давайте так говорить уже откровенно, у нас все-таки в округах, ну, готовят каких-то неких управленцев. У нас нет какой-то четкой отрасли, которой мы занимались. Так же, как в округе у меня и строительство, и общение с людьми, то есть, поэтому, я думаю, что по обоюдному согласию все-таки предложение серьезное поступило, я дал согласие. Сейчас волнение прошло уже? Да, сейчас волнение уже... То есть уже интерес адреналин? Да, я же вам говорю, что первых 2-3 дня просто-напросто тяжело было, на самом деле, такой объем цифр, ну, почти порядка 8 миллиардов только на Министерстве денег нужно освоить, да. Хоть и Петер Анатольевич сказал, их не осваивать нужно, да, ну, есть термин, поэтому здесь привязываться к нему не будем. Поэтому сейчас нет, сейчас есть желание доказать о том, что действительно, ну, наверное, проверка для самого себя, в первую очередь. Владимир Статанович, ну, сложно обойти этот вопрос, тем не менее, да, вот за последнее время в Министерстве несколько руководителей сменилось. Не обошлось без скандалов, даже без уголовных дел. Это работа такая сложная или пресловутый человеческий фактор? Нет, я думаю, пресловутый человеческий фактор, однозначно. Работа ничем, она не сложнее, чем у других людей, поэтому, мое мнение, это человеческий фактор, просто-напросто. Понимаете, я умею жить на зарплату. Мне в этой части очень просто, поэтому все же там биографию мою обсуждают, понимаете, а я никогда этой биографии своей не стеснялся. Я прошел от и до, и поэтому... Я думаю, человеческий фактор, однозначно. Кто-то скажет аппетит, приходит во время еды, вы поспорите с этим? Ну нет, нет. Вы знаете, ну просто я... Мне интересно, конечно, прессу читать, особенно комментарии, эти все вещи, да. Ну, я могу сказать, у меня, по сути, уже на округ я уходил, я уходил на понижение. Потому что статус руководителя аппарата МЭР гораздо выше, чем глава округа. Я на понижение уходил. Но я уходил по одной простой причине, да. Мне просто было интересно посмотреть, что это такое. Вот, поэтому я не думаю, что какие-то вещи будут. Я работал с деньгами, работал с подрядчиками, работал со строителями в различных отраслях. Много писали в прессе, особенно в 2010 год, когда писали, что Стрельцов купил ленинский рынок и все остальные. Ну, как он стоял, стоит, жалко, что не получилось так все. Но, тем не менее, я еще раз говорю, это все-таки человеческий фактор. Ну, есть слабости у людей. Наверное, не ошибусь, если скажу, что за последние пару лет вопрос с ремонтом городских дорог, ну, и по ряду объективных причин, благодаря вниманию СМИ, наверное, стал одним из самых острых, горячих в сфере компетенции вашего министерства. Как с этим будете бороться, как остроту снимать? — Вы знаете, я могу откровенно говорить по этим вещам. На самом деле, просто все скидывать на то, что погодные условия, какие-то еще вещи, да. Я думаю, и в дороге то же самое вмешался человеческий фактор. Я не скрываю о том, что содержание наших дорог желает лучшего. Помимо того, что их нужно ремонтировать, да, нужно еще и содержать. А вот этот фактор очень сильно повлиял, особенно последних 3-4 года. И когда мы в прошлом году пришли к таким убитым состояниям, да, я не скрываю абсолютно, это, ну, недоработки именно в части содержания дорог. Потому что, вот, допустим, взять 8-9-10-11 год, мы очень плотно работали с подрядными организациями в мэрии по именно содержанию дорог. Применяли новые технологии, так называемые слоресилы и все остальные вещи. Понимаете, это давало нам 3-4-5 лет оттягивать ремонты дорог и идти на график именно содержания. Потом эти все вещи ушли. А ушли почему? Ну, принято такое было решение административное. Соответственно, 3-4 года дороги практически не содержались. Они приходили в негодность. То, что мы называем содержание ямочный ремонт, ну, это не ямочный ремонт, это не содержание, это аварийное уже прикрытие этих дорог. То, что касается сейчас, конечно, такие средства приходят. И я скажу, на самом деле, мы буквально сегодня с губернатором обсуждали, понятно, для города неприемлема работа каким-то новым материальным, стабилизацией грунтов там особенно. А вот для частного сектора, для сельских районов, ну, не везде же асфальт можно ложить. Можно уходить какие-то новые технологии, которые позволяют эти вещи увеличить количество в объемном, не такая институтивная загрузки дорог. Ну, посмотрите, для меня, допустим, обидно, частный сектор в городе Омске, он не подпадает ни под одну программу абсолютно. То есть там, про сути, строительство. На строительство нам дается очень мало денег. Поэтому в этой части будем смотреть, где деньги уже и то, что дается, не хватит. Поэтому сейчас будем смотреть новые вещи какие-то. Новые технологии, участие в федеральных программах? Конечно, 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 конечно. Сколько, на ваш взгляд, времени нужно, чтобы эту дорожную проблему закрыть? Если такими темпами, как сейчас поступление в средств финансовых, ну, лет 10. Мы же сейчас, понимаете, мы сейчас пытаемся восстановить хотя бы то, что существующее, привести к какой-то порядок. Мы не говорим о каком развитии на сегодняшний день. Да, развитие есть, идет это. Где-то какие-то комплексы строительные строятся. Буквально вчера обсуждали вопрос, заходит инвестор по бекону, да, и, соответственно, мы должны подвезти туда инфраструктуру, дороги, газ, остальные вещи. То есть эти вещи есть, но это не те объемы. Это не те объемы. Поэтому пока что мы занимаемся восстановлением то, что, ну, построено есть. Тон следствия, которое вам досталось, назову это так. Вот объекты незавершенные, которых состоит, типа, клиника, на левом берегу, галерка, театр. Вот Саламандра та же, да, о которой много было уже сказано. Что ждет их, какое будущее, и, может быть, что-то еще МИЧИ смогут увидеть? Вы знаете, там, в принципе, ситуация не такая плохая. Опять же, то, что произошло с этими объектами, где-то не доздали, да, опять человеческий фактор. Я сторонник того, что люди должны за свои поступки отвечать. Та же поликлиника, она до сих пор не функционирует по причине того, что там сработали не очень хорошо государственные структуры. Вот сегодня я буквально объезд по этим объектам проводил. Но перспектива неплохая. Я считаю, что мы и галерку, и поликлинику. Поликлинику, наверное, нет. Поликлинику все-таки, я думаю, что это 2018-2019 год, потому что там дополнительно порядка 260 миллионов еще нужно. А вот детские вот эти все вещи, ну, сдадим осенью. Галерка, Саламандра, тоже все в ближайший год? Нет, Саламандра в следующий год. В следующий год. В принципе, есть, просматриваются бюджетные средства и наши, и федеральные, просматриваются, то есть там перспектива неплохая. Что-то еще в перспективе, если можно так назвать, глобальных объектов? Самое сложное для меня глобальное на сегодняшний день, самое сложное, это дольщики. Это очень сложный вопрос на самом деле. Те обязательства за то, что субъект область на себя взяла, конечно, знаете, очень обидно. Сколько мы людям не говорили о том, что, ребят, ну, вспоминайте, восьмой, девятый год этими вещами занимались. Мы на Московке только три дома дольщиков закрыли в свое время. И опять наплодили вот эту вот проблему. Как еще, я не знаю. Ну, вы знаете, там колоссальные... То есть пробел в законодательстве или, опять же, что нет какого-то закона защищающего, или дело... Проблема может быть в... Да, мне кажется, законодательство есть, вот какое-то людское вот это вот непонятное отношение людей. Очень, вы, наверное, помните, очень часто в прессе звучали скандалы по газификации Ленинского округа. Были такие вещи. А скандалы были по одной простой причине. Мы просто не дали нерадивым подрядчикам обмануть людей, чтобы не появились еще люди у нас с газом. С такой проблемой, как у дольщиков. Поэтому мы жестко настаивали на своей версии, как мы будем вести это. Мы создавали потребительское общество. Да, кому-то нравилось, не нравилось. Туда хотел бы выйти на индивидуальные договора просто с людьми. Мы потом не нашли бы ни концов, ни договоров, ни этих подрядчиков, ни денег. А здесь потребительское общество, деньги все на потребительском обществе. Председатель потребительского. По-моему, здесь какие-то вещи такие должны существовать. Наверное, все-таки здесь и человеческие, и в то же время не хватает какого-то законодательства. Хотя, вроде исправили ошибки первой волны под дольщиком. Исправили, вроде там, несли изменение 214 закон. По-моему, 214. И опять же, наступили на те же самые грабли. Поэтому очень сложная проблема. На самом деле. Удовлетворены ли вы объемами строительства в регионе? Или, может быть, что-то нужно менять? Особенно, если делать поправку на нынешнюю ситуацию? Вы знаете, очень интересный вопрос. На самом деле, мы ехали сегодня, обсуждали с начальником управления строительства. Зачем сейчас гнаться за миллионами квадратными метров? Да, вы посмотрите, сколько у нас жилья стоит. Даже перепись, последняя перепись показала, я не могу за весь город сказать, только за территорию Ленинского могу сказать, у нас порядка 3,5 тысяч квартир стояло пустых. Это вторичка, это новое жилье. А зачем гнать, я не пойму от этих вещей? Ипотека на сегодняшний день, понимаем, в каком состоянии. С застройщиками общаюсь, у них очень много квартир. Посмотрите микрорайон, который у нас на Себзавод, территория бывшая. Посмотрите, сколько пустых квартир. Я не понимаю от этих вещей, честно говорю. Я, может быть, еще и не до конца ориентируюсь в этом чиновничном. Ну, для меня непонятно. Не могу понять, для чего гнать такие цифры. И очень жестко, кстати, требуется по вводим. Идет, допустим, сравнение с другими регионами. Но у каждого своя ситуация. На сегодняшний день у нас рынок жилья достаточно наполнен жильем. Я не вижу смысла. Может быть, я сейчас неправильно говорю. Может быть, я в чем-то ошибаюсь. Может, со временем я приду к другому мнению. Но пока что мнение такое у меня. Все чаще регионы критикуют за неразбериху с капитальным ремонтом. Вот как эту проблему решать? Как с фондом отношения наладить? Знаете, вчера очень интересная у меня была встреча. Вчера работала рабочая группа при Народном фронте. И меня пригласили. Я с удовольствием, кстати, поприсутствовал, посмотрел. Два часа я высидел. Больше, честно говоря, я не вытерпел уже слушать. Ну, просто, знаете, слепой с глухим. Поэтому я для себя выводы сделал в части фонда. Я не увидел каких-то предвзятых, необоснованных претензий к фонду. Не увидел от фронта. Поэтому моя задача в этой части сейчас привести на весь проект. Другой вопрос. Именно нас обвиняют часто, что мы недовыполняем программу. Вы знаете, просто она изначально заложена в эту программу от того, что фонд не будет выполнять свои условия. Ну, 7 рублей с копейками, как бы мы ни хотели. Но этих денег никогда не хватит нам провести на тот объем, который у нас существует по программе. Поэтому самое главное сейчас хотя бы уйти от претензий жителей именно в части качества, в части подрядчиков. Ну, простой пример. Я пришел когда работать сюда, я задал вопрос на парадном. Я говорю, каким образом, допустим, Маркса 87, я просто его вижу каждый день с окна своего дома, да, стоит два месяца раскрытая кровля. Раз порвали пароизоляцию пленку, второй раз там ветром порвало. Да и вопрос. Нет, все в графике. А как мы тогда составляем так графики, что у нас по два месяца, по три, а то если по четыре, вот вчера подзвучало месяца раскрытая кровля в зимний период. Ну, абсурд. Я считаю, абсурд. Прозрачность проведения отборов подрядчиков. То есть в этой части нужны грамотные специалисты. Я думаю, мы найдем выход из этой ситуации. Понятно, я не вытащу весь фонд в части объемов, потому что это изначально заложено в цене и все остальное. Потому что другие регионы на 12-14 рублях сидят, а у нас в два раза ниже. Поэтому соответственно... У них и доходы другие, наверное. Ну, простой пример. Ну, вы знаете, как доходы. Вот простой всегда пример привожу. Мы всегда говорим, ой, чем будут платить пенсионеры, все оплачивают. Пенсионеры-то оплачивают как раз. Вот как раз эта категория оплачивает. Какие-то денежку вытаскивает, там хватает, не хватает, но они оплачивают. А та категория, которая, в принципе, мы считаем, что она... Платежеспособная. Платежеспособная, да. А она всегда вот больше всего в этой части говорит. Ну, простой пример, если дом собрал всего лишь денег, там, 700 тысяч, да, а ремонт кровли, получается, в район за миллион переваливает, да. Мы с других этих домов берем, да. Ну, как, котел-то общий. И, понимаете, вот это все накладывается. Поэтому разбираться будем. Самое главное, вот этот негатив непонятный, какой появился, нужно его ликвидировать. Вот вчера я послушал. На самом деле фонд сидит, оправдывается. Зачем оправдываться? Вам предварительно дали вопросы. Ты принеси, покажи акт выполненных работ. Кто подписал, когда подписал, зачем подписал. Оплатили вы деньги, наплатили. То, что интересует людей. Почему представитель собственников не должен участвовать в этих вещах? Почему вы 4 месяца не отдаете документы после капитального ремонта управляющей компанией? Это же документация на дом. Понимаете? Вот эти вещи, они абсолютно, нет смысла сидеть, спорить, обсуждать. Просто нужно выполнить, отдать то, что требуют жители. Все. Еще одна проблема, да, это вот ОДН, словутые тарифы. Никак не получается решить, вот что с этим делать. Ну, почему нельзя решить? ОДН, тарифы примутся. Да, идет обсуждение. Я считаю, каждая сторона защищает какие-то свои вещи. Но я не вдаюсь в подробности, честно скажу, в расчеты эти вещи. Для меня просто должно быть четкое понимание. Как бы они не выдумывали, какие мы формулы, для меня четкое понимание есть. Это прибор учета. Сколько ты потребил, столько ты оплатил. Формулы, они сегодня такая формула, завтра другая формула, да. Через пять лет дом стал старше, да, придумывают новую формулу, да. Поэтому вот я за то, чтобы именно платили по приборам учета. И, в принципе-то, правительство Российской Федерации на это идет. И в Госдуме на первом уже не приняли, насколько я знаю, поправку той части, что люди могут выбрать. Либо они по приборам учета платят, да, либо они по ОДН. Ну и второе, я должен понимать, можно, конечно, принять ОДН очень низкий, но он не должен быть ниже, чем показатели по приборам учета. То есть мы, по сути, вот сколько лет мы бились, чтобы поставить приборы учета. И у нас практически оснащенность по приборам электрическим, да, ну почти 99% оснащения. Приборов по тепловым тоже очень высокое оснащение. Но там есть, существуют проблемы, там, технические возможности установки этих приборов, да. Поэтому вот в этой части не должно быть перегибов. Потому что все равно в конечном итоге это все ляжет на жителей. Для меня однозначно, что я не лезу в расчеты, для этого есть специалисты более грамотные, чем являюсь я. Но когда мне говорят о том, что тариф расчетный будет ниже, чем по приборам учета, ну, возникает вопрос. Это у нас будет толчок вывести приборы учета из строя, там, что-то еще. Ну, будет такой стимул. Поэтому этого не должно быть. Сейчас очень много говорят, обсуждается, да, вот программа реновации, да. Вот там мы слышим в Москве, там, протестуют даже митинги по этому поводу. Омская область лидер в Сибири точно, да, по количеству хрущевок, там, аварийное жилье, ветхое. Вот что-то подобное у нас может быть или... Вы знаете, вопрос очень такой интересный. На самом деле, я бы сейчас со стороны понаблюдал за этими всеми процессами, да. И очень хорошо, что Москва пошла на такой шаг. То есть, если будет сейчас эффект, соответственно, федеральный центр, наверное, все-таки будет на регионы. Тиражер в начале. Конечно. Я думаю, под это будут какие-то федеральные средства. В этой части только я вижу положительное. Если же говорить по состоянию хрущевок и всех остальных, да, у нас действовала в городе Омске программа по усилениям этих вещей. Я могу не сказать, не секрет, могу сказать, в 2009 году у нас, мы пытались завести инвесторов по такой же схеме на улицу Серова. Прекрасное место, да, рядом Иртыш, двухэтажки сносистые. Но даже в той ситуации экономической мы не смогли выйти на положительный баланс. Хотя вот сегодня проезжали по улице Химиков, а там, в принципе, такие примеры есть. Там застройщик убирает двухэтажки и строит приличное жилье. На том же месте. Да. Я думаю, это хороший положительный опыт. Сейчас посмотрим, как Москва отработает. Я не думаю, что у нас будет очень большая, такие же проблемы с Москвой в части жителей, где будут требовать. Я не думаю, что повторится ситуация с Рябинокой, когда мы людей с центра переселяли на окраины, да, и люди, соответственно, были недовольны теми вещами. И людей можно было понять. Хотя жилье в гораздо худшем жилье они, да. Поэтому я думаю, этот опыт, если он сложится отлично, то для нас это будет только положительно. Я думаю, под это и федеральный центр найдем деньги. Никто же не знал, когда опять деньги появятся у нас на городскую среду и благоустройство исполнено, да. А ведь пошли же деньги на эти вещи. Поэтому я с надеждой жду, что все-таки этот опыт все-таки примет масштабы уже не отделенной Москвы, да, а именно регионов. Вы вот, насколько мне удалось посмотреть, да, по средствам массовой информации, пока нигде не давали интервью. Это связано с тем, что вы брали некую паузу, тайм-аут на то, чтобы изучить ситуацию, или просто вы не очень жалуете журналистов? Нет, я спокойно отношусь с журналистом. Когда мне мои специалисты спросили, будут, вопросов нет абсолютно. Любой пускай приходит, будем разговаривать. Я спокойно отношусь. Присы разные. Желтая, голубая, белая, я не знаю, как еще там называть. Красная, да. Мне как-то вот все равно абсолютно... От того, что я все равно, я, может быть, сейчас до конца не знаю какие-то определенные цифры, да, но я знаю тематику. Вот, поэтому в этой части я никогда вообще... Пригласили к тебе, я поехал бы к вам. Вот это ваша открытость и постоянное упоминание о том, что на самом деле виноват во всем пресловутый человеческий фактор. Лично у меня возникает впечатление, что вы как будто, ну вот знаете, вот не из этой чиновничьей системы человек. Как вы будете в ней приживаться? Я никогда не прощу человека, который вот такие вещи допускает. На самом деле, я не хвастаюсь, я все-таки поработал даже в Ленинской администрации 9 с лишним лет, да, у меня коллектив на эти вещи очень был заточен четко. Они это прекрасно понимали и знали. Вот, поэтому я не люблю вот эти пустые совещания какие-то, я не люблю просто их. Я не люблю какую-то чопорность в этой части, там записываться, не записываться. Ешь, видишь, открытый кабинет, зашел и все, специалисты, заместитель или кто-то, кто-либо еще. Ну, я не знаю, если ты пришел работать, но не устраивать зарплату, ищи другое место. Пока что меня устраивает, да. Я не скажу, что у меня маленькая зарплата, буду сейчас врать, там плакаться. Зачем? У меня достойная нормальная зарплата, мне этой зарплаты хватает содержать семью, дочери помогать и все остальное. Поэтому я не вижу смысла в это. Да, она соответствует тому спросу, который с вас есть. Ну, вы знаете, я же начинал эту работу, я просто вспоминаю жизнь тяжелую, 90-е годы, гораздо тяжелее же было. Я вспоминаю, в администрации Центрального района мы 10 месяцев зарплату не получали, чиновники. 10 месяцев зарплату не получали. О чем сейчас-то говорит, на чем сейчас плакать-то? Зарплата день в день. Я когда перешел в Центральную администрацию работать в правительство, кстати, сюда же в министерство, тогда еще не в Министерстве, а главного управления ЖКХ было, я перешел. Я когда здесь стал день в день получать зарплату, поверьте, у меня дома они радовались. У меня дети просто, и сын, и дочь что-то было, и могут позволить себе зайти, купить что-то, фрукты, какие-то вещи. А сейчас на что жаловаться-то, я не понимаю. Я не знаю, для меня непонятно, когда люди сами себя загоняют в тюрьму, вот честно скажу. Я, наверное, сейчас переписку читаю, смотрю, особенно по сельским районам. Вы посмотрите, сколько глав уже пострадало сельских, да? Ну, пускай где-то не посадили, но дисциплина касса, где-то просто убрали. Алчная жалость. Ну, вы знаете, на самом деле, а вы знаете, даже в меньшей степени, больше здесь, наверное, присутствует все-таки, действительно, люди не разбираются в вопросах. Ну, как можно построить дом, когда прописали, федерал должен быть на квартирный дом, а он строит частный дом, его за 10 дней вводят в эксплуатацию? Ну, один обжегся, второй обжегся, третий обжегся. Я не понимаю, вот честно скажу, люди сами себе приговоры подписывают. Да, сложно, да, там, ну, не знаю, честно скажу, я не понимаю этих вещей.